Привет, город! В студии с вами я, Алексей Казанский и команда Сигмы. Поздравляю нас всех с наступлением февраля. Еще немного, и дни станут солнечными, начнется весна, пусть и снежная. Предлагаю перейти к новостям этого четверга. Мы начинаем. С 1 февраля в России начнет действовать большое количество законов, которые касаются самых разных категорий граждан. Некоторые вступают в силу уже с сегодняшнего дня, а часть – в течение месяца. О некоторых нововведениях февраля расскажем в следующем материале. Ежемесячные денежные выплаты и пособия федеральным льготникам увеличат на 7,4%. Вырастет материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата ветеранам, страховые выплаты и другие. Материнский капитал, например, теперь составит 630 тысяч на первого ребенка и 833 на второго, если ранее не получал сертификат. Размеры минимального пособия по беременности и родам в 2024 году – 88,5 тысяч рублей, а максимальный – 565. Пенсионерам старше 80 лет будут выплачивать фиксированную часть в двойном размере. Всего увеличат более 40 различных пособий и компенсаций. Полный список можно узнать в соцзащите. Банки обязали бесплатно напоминать вкладчикам об окончании вклада не позднее, чем за пять дней до истечения его срока. 1 февраля вступает в силу закон, который упрощает создание пожарных дружин. Правки дают организациям право самостоятельно создавать добровольческие пожарные подразделения, финансировать их работу, предоставлять пожарным добровольцам льготы. Дружины смогут привлекать к тушению пожаров, спасению людей и имущества, оказанию первой помощи пострадавшим. Закон направлен на развитие волонтерской деятельности в России. Приняты дополнительные меры по защите государственной тайны. Для горожан, призванных на военную службу или сборы, доступ упрощен. А вот для тех, у кого есть родственники с иностранным гражданством, в доступе могут и вовсе отказать. Банки и микрокредитные организации будут собирать долги с граждан под контролем судебных приставов. Теперь должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через госуслуги. На Ямале началась выдача сертификатов по программе сотрудничества. Первые в этом году 24 семьи получили социальную выплату на приобретение жилья на юге Тюменской области. Есть среди них и новые урингойцы. С этого года документы на участие в программе можно подать через госуслуги и МФЦ. Информация о промежуточных результатах рассмотрения документов приходит на электронную почту и в личный кабинет портала госуслуги, независимо от способа их подачи. Увеличена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья, который используется при расчете сертификата. Сейчас она составляет 106 767 рублей. Это позволяет снизить собственные расходы, если стоимость желаемого жилья превышает размер социальной выплаты. Программа сотрудничества традиционно пользуется популярностью у жителей округа. Быть ответственным, уметь выступать на сцене, общаться и работать в команде. Этим навыком учат 16-17-летних ямальцев в школе вожатых. Прием заявок уже начался на платформе ВК. После окончания школы вожатых ребята поедут в ямальские лагеря и попробуют себя в организации отрядных и лагерных событий. Обучение бесплатное, очное. Продолжительность 2 месяца. Интенсивы в несколько дней проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Надыме, Новом Уренгое, Таркасале, Муравленко и Ноябрьске. Также будут организованы онлайн-лекции, креативные встречи и практикумы. Передавать опыт новому поколению будут участники Содружества вожатых Ямала. В 2024 году более 500 специалистов Содружества поработают с ямальскими детьми в лагерях Краснодарского края Эллада, Юбилейный и Остров Мадагаскар. Естественно, научный, социально-экономический и гуманитарный профили обучения. Готовься к поступлению в ВУЗ и знакомься с будущей профессией уже в школе. Школе номер 3. Об учениках, учителях и углубленном изучении предметов мы сняли сюжет. Смотрим. Современная образовательная среда, позволяющая раскрывать таланты и способности каждого ученика. В новоуренгойской школе номер 3 появились новые профили обучения. Ученики могут выбрать предметы и дополнительные курсы для углубленного изучения, для поступления в колледжи и вузы. Те, кому интересна медицина или биотехнология, например, идут на естественно-научный профиль и максимум внимания уделяют химии и биологии. Мне очень приятно, что наконец-то в нашей школе появится химико-биологический профильный класс. Потому что в этом направлении мы работаем уже много лет. У нас есть Роснефть-класс. Но основное направление у ребят было все-таки физика. Химико-биологическое направление, оно же тоже очень важное. И это широкий спектр профессий. И ребята, которые интересуются химической наукой, они, собственно говоря, есть всегда. Было обидно, что когда мы их доучиваем до 9 класса, и хорошие мои звездочки уходят в другие школы. И то, что теперь такой профиль будет в нашей школе, мне, конечно, для меня это очень приятно. Очень приятно, что у тех, кто будет учиться после нас, появится возможность не переходить в другие школы для профильных, а заниматься любимым профильным предметом у нас в школе. Ученики школы показывают потрясающие результаты на конкурсах и олимпиадах. Многие уже со средней школы точно знают, какую профессию хотят освоить. Я уже давно поняла, что я хочу учиться на социоэкономическом направлении. И мне, как я считаю, очень повезло, что после 9 класса мне не пришлось никуда переходить. И у нас в школе есть возможность продолжить обучение именно в старших классах по этому направлению. Социально-экономический профиль ориентирует ребят на профессии, связанные с социальной сферой, экономикой, финансами, обработкой информацией и управлением. Упор в обучении делают здесь на общество знания, общественно-научные предметы, математику и информатику. Информатику изучают и в технологическом профиле. Будущие инженеры и программисты планируют вернуться с дипломами в Новую Рингой. В связи с высоким внедрением информационных технологий во всей области нашей жизни, соответственно, нужно большое количество программистов. Информатика как раз таки в школе и дает азы начала программирования. Люди добывают газ не с помощью кироколопаток, а с помощью каких-то технологий, оборудования, машины, которые тоже надо программировать каким-то образом. Соответственно, программисты нужны и в Новом Рингой. Уже сейчас школьники выбирают для себя актуальные и востребованные ниши. Мы занимаемся непосредственно, например, Олимпиадой НТИ, Национальной технологической олимпиады. И там мы проводим, например, конкретно сейчас, в этом году, мы выбрали направление подводной робототехникой. Исследовать какие-то глубины океана, море, проводить какие-то исследования на дне, проводить какие-то ремонтные работы. Дети учатся моделировать, программировать, учатся инженерной части, то есть как составлять, например, какие-то схемы. Они учатся это все делать по гвозду, соответственно, то есть они уже пробуют себя в роли инженера. Для тех, кто мечтает изучать иностранные языки и литературу, хорошая новость. В школе номер три теперь есть и гуманитарный профиль. Освоить нужные предметы поможет индивидуальная образовательная траектория и особая атмосфера сотрудничества и сотворчества. Вера Потлова, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Оставайтесь с нами. Расскажем о работе бассейна в Арктическом лицее. Продолжение следует... Как в новом Оренбой сделать МРТ? Позвонить в поликлинику «Сканер», выбрать удобное время, прийти в поликлинику за полчаса до записи, обследоваться и получить результат. Все за один визит в «Сканер». Быстро, комфортно и без очереди. Что можно сделать за три дня? Придумать дизайн, раскроить, облицевать громкой, добавить фурнитуру, собрать и... Радоваться новой кухне, детской, шкафу-купе. Элит мебели. Пожалуй, самое быстрое производство мебели в новом Оренгое. Проспект Губкина, 6Г. Телефон 231-231. Огрупп готовится к очередному сезону благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Новые места для досуга ямальцев создают всесезонными, чтобы ими можно было пользоваться и долгими зимами. За последние пять лет благоустроено свыше 300 общественных и более тысячи дворовых пространств. В Салихарде на набережной озера Лебяжье создана современная территория отдыха в эко-стиле. Озеро зимой превращают в каток. Работает пункт проката и обогрева для посетителей. В Лабытнанге в 2023 году завершен первый этап создания этнографического парка Коми-деревня. Это один из самых масштабных проектов благоустройства. В новогодние каникулы его посетили более тысячи человек. В Губкинском украшением города зимой стал уличный каток в Никольском сквере. В этом году обновили иллюминацию. По периметру катка установили световые фигуры. В Новом Уренгое функциональный комплекс «Виадук» и зимой является местом притяжения любителей активного отдыха. Кроме детских площадок, здесь есть скейт-парк и лыжероллерная трасса. Езди переодеться и взять на прокат спортинвентарь. На «Виадуке» проходит День города, чемпионат России по снежному волейболу, различные праздничные и спортивные мероприятия. В Таркасале в зимнее время года особой популярностью пользуется парк здоровья. Здесь обустроен каток под открытым небом, где проводят массовые мероприятия и соревнования по хоккею. Комфортные места для семейного досуга, в том числе и в зимнее время, создаются на Ямале даже в небольших населенных пунктах. Военно-патриотическому воспитанию молодежи в Новом Уренгое уделяют особое внимание. Особенно сейчас, когда в мире стало модно замалчивать и искажать факты прошлого, переписывать учебники истории. Юным ямальцам повезло, они могут услышать правду из первых уст на встречах с защитниками нашей Родины. В клубе «Ямал-патриот» состоялся живой урок истории. Настоящие герои, участники Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войн, СВО пообщались со школьниками. Рассказали о тяготах неспокойных времен, о стойкости и мужестве нашей армии, о поддержке тыла. И, конечно, напутствовали молодое поколение призывами быть честными и смелыми людьми. Любить свой дом, свою Родину. От ямальских пенсионеров ждут заявки на оздоровление в 2025 году. Подать заявление на санаторно-курортное лечение могут неработающие мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет через МФЦ, Госуслуги или Почтой России в адрес соцзащиты по месту жительства. Прием заявок продлится до 1 октября. С этого года пользоваться поддержкой северяне могут чаще – раз в два года, а не раз в три года, как было ранее. Размер компенсации за сутки увеличен почти на 1000 рублей. Теперь это 2800 рублей. За 21 день отдыха максимум вернут 58800 рублей. Право на оздоровление неработающим пенсионерам предоставляется при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. На аналогичную поддержку с помощью электронного сертификата могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны – узники фашизма, блокадники, труженики тыла, инвалиды боевых действий, военнослужащие и ряд других льготников. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте окружного департамента соцзащиты населения или по телефону колл-центра. Арктический лицей в Новом Уренгое – это совершенно новый проект для Ямала. Ученикам и горожанам доступны медицинские услуги и занятия в бассейне. О том, как налаживают рабочие процессы, расскажем в сюжете. Работайте шесть ударов ножками, правая рука от бедра, большим пальцем вверх, тянемся к потолку пальчики вместе, развернули. Лизинчиком вниз, плечо задевает ухо. Сегодня это уже третий урок для старшеклассников. Дети занимаются один раз в неделю. Это в первую очередь отличная возможность подкачать свою спортивную фигуру. Это помогает развивать дыхание. Это также заряд веселья, я бы сказала, на весь день. Возможность даже немножко отдохнуть от повседневных каких-то проблем и тревожностей. Для северных детей уроки в бассейне особенно важны. На занятиях тренер объясняет не только, как правильно дышать в воде и плавать, но и помогает психологически. Также с детьми мы пытаемся удалить у них страхи к воде. Мы приучаем их, мы закрепляем их в дух, чтобы в дальнейшем, если вдруг они где-то окажутся на водоемах или на море, чтобы они уже были уверены в себе, в своих силах, в своих способностях и спокойно могли лечь на воду и проплыть. Согласно учебному плану, в третьей четверти занимаются ученики с восьмого по одиннадцатой классы. В четвертой четверти плавать будут школьники среднего звена, это пятой и седьмой классы. Что касается начальной школы, для них уроки в бассейне включат в расписание позже. Для третьих и четвертых классов, так как это дети начальной школы, дети маленького роста, а бассейн у нас глубокий, минимальная глубина у нас метр двадцать, максимальный метр восемьдесят, у нас организованы занятия по субботам. Со следующей четверти, четвертой четверти у нас предусмотрены занятия с тренером и учителем физкультуры для первых-вторых классов, но здесь разрабатывается отдельный подход. Не все малыши умеют плавать, а в лицее нет маленькой чаши для начинающих пловцов, поэтому для начальных классов дополнительные занятия будут по желанию. Родители сами решат, ходить ребенку в бассейн или нет. Для ребят арктического лицея такие занятия будут бесплатными. Посещать бассейн могут и горожане. Четвертая дорожка свободна ежедневно. Начиная с восьми утра до десяти вечера. Оплата на месте. В лицее есть и медицинский блок. Я занимаюсь спортом, различные профилактики прохожу, слежу, опять же, за состоянием своим, на обследование хожу, чтобы поддерживать опять же свое здоровье. Это очень здорово, потому что у нас есть возможность бесплатно лечиться, поддерживать свое здоровье. И это единственная школа, я думаю, в которой это есть. Олень ошибся. Это не просто медпункт. Целая поликлиника. Галлокамера, электрофорез, ЛФК, массажная кровать, магнитотерапия и другие виды лечения и профилактики болезней. У ВЧ-терапия назначается лор врачу, направляется на верхние дыхательные пути, выставляется время, затем сидим, лечимся. Лицеисты могут получать любую процедуру бесплатно, причем прямо на перемене, а не зайти ли мне в зал ЛФК. Если есть возможность, нужно идти. Не обидела администрация школы и новоуренгуйцев. Медблок для горожан работает с 16 до 20.00. Кроме общедоступных процедур, которые мы оказываем медицинских в Арктическом лицее, мы еще оказываем такую процедуру, как инъекции. Они доступны для всех школьников по назначению врача. Кроме школьников, мы обслуживаем и население города Нового Оренгоя, которые тоже могут посетить наш процедурный кабинет. Основа этой школы – высокие достижения, здоровье и безопасность. Говоря о последнем пункте, отмечу, что в школе есть три входа. Северный для горожан ведет сразу в бассейн и медицинский блок. В новом микрорайоне Славянский есть все для комфортной жизни. Это все, о чем я успеваю вам рассказать. Передаю слово Илье Ветрову, ведущему программы «Патруль». Я же прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова